Левус снимает дырку на штанах у меня. Разошлись штаны. Ты ради этого хотел камеру взять, да? Вот гад, вот гад. Всем привет. Что ты опять изображаешь? Ну встань нормально, что-то, а то тебя не видно, у меня камера... Так я вот так вот скользну и... Так давай, рука так не оттягивается. Ну рассказывай, зачем мы приехали? Посмотреть них и горку. Пеннивайза. Пеннивайза. Да, тут такая вот деревенская у нас, скажем так, обстановка. Реально похожая на дом Пеннивайза. Сейчас покажу поближе, то есть мы выбрали с Левым сегодня на рыбалку. Пешую. Пешую рыбалку, да, он от лодки отказался. Да и как-то холодновато. Самому уже лодка поднадоела. Да. В общем, выбрались походить немножко. Он походит с отводным, я похожу по щуке. Небольшой деревенский прудик такой, как бы запрессованный, но тем не менее рыба присутствует. И попробуем сегодня что-нибудь с Лебусом поймать, да, Леб? Попробуем. Что-то еще скажешь и пойдем? По бутеру, наверное, да? Да, будем сейчас есть. Он уже мне все уши прожужжал. А это прям вот действительно. Я уже таких старых домиков и не видал. Хотя это не как бы не сильно уж. Представляешь туда зайти? Да, домик ведьмы. А помнишь, у нас на даче есть ведьмин домик? Ага. Не, просто мы не так далеко как бы отъехали от города и тем не менее такой дом. И может быть даже еще и жилой. Хотя мне кажется уже, наверное, нет. Разве что ты не лаясь. Вот уж, блин, левушка любитель стивенокинга. Да что, я даже оно не сказала. Ну, конечно, не смотрел. Тебе по возрасту не положено. Положено. По возрасту тебе положено смотреть «Спокойной ночи, малыши». Нет. Ладно, пойдем питаться и ловить рыбу. Ты знаешь, как в Африке дети руки дезинфицируют? Как? Когда коровы писают, подставляют руки и дезинфицируют таким образом. Скажи. Ну что ж, здоровые будут. Да. Ну чем пытаешься съесть все сразу? Лучше, чем меньше. Давай вот сюда. Вон тут и лавочка для тебя специально поставлена. Чтобы ты, так сказать, не перетрудился. Глянь, там даже диванчик местный поставили. Посмотри. Иди сюда, расскажу немножко. Так, давайте сейчас немножко расскажу про то, как сегодня будет Лебушка ловить. Ты, наверное, так еще не ловил. Я тебе все обещал рассказать, но как-то, наверное, нет. В общем, сегодня Глеб будет ловить на отводной цель его окунь. Моя цель щука. Ну, там, конечно, кто поймается. То есть, вообще, на отводной смотри, Лебушка. Отводной я делаю вот таким вот образом. Это, как его, балерина называется, оснастка. И, в общем, это значит, что вот этот грутик, да, он по дну прыгает. А вот это вот приманка, это, кстати, сегодня ему снарядил такой дипломат. Самый маленький размер. Пауку не очень неплохо работает. И ты можешь этой проводку, то есть, ты закидываешь этот груз и делаешь очень медленную проводку. Где стукал палец? Сейчас порасскажу. Закидывать, конечно, отводной. И вообще, он путается. Вот в чем беда этой оснастки. Но с помощью вот этой вот балеринки она меньше путается. Вот ты закинул его. Ага. Все. И там, как в обычном джиге. То есть, ты ждешь пока... Упадет на дно. Да, упадет на дно оснастка. Она здесь пруд не глубокий, насколько я знаю. Вот она упала. И что ты делаешь? Ты можешь не обязательно вот джиговать там два оборота. Можешь и так делать. Ну ты вообще можешь вот так вот медленно на одном месте. Это чем хорошо? Сейчас уже осенью. У нас вот холодно, почти ноль градусов. И ты вот так вот пытаешься, прямо вот так вот дергаешь, пытаешься окуня пассивного соблазнить. И можешь просто вот так вот медленно катушку вращать. Потому что грузик будет волочиться по дну, а приманка будет на отводном поводке следовать за ним медленно. Просто если ты обычным джигом, она у тебя на джиге головки падает в грунт и все. И ты вот это волочишь по дну. А это над дном. Глебушке дал сегодня Black Arrow от Spartex. В общем-то джиговый инструмент до 15 грамм. Мой основной в этом сезоне. На 2,40 до 15 грамм. Ну, естественно, для отводного он из-за строя подойдет очень хорошо. Строй быстрый. Катушка здесь Revrosay. Тоже, в общем-то, весь сезон ей ловлю. Бюджетная дайва, которая себе неплохо показала. Шнур Climax MIG-8. Размер 008, если я не ошибаюсь. В любом случае, все описание снастей смотрите у меня в описании под видео. На! Только не надо там, прямо здесь ловить. Потому что там вот ветки, и ты обязательно туда отводной закинешь. А ты на что ловишь? Я ловлю тоже на приманку от фирмы Akoi. Дипломат называется. Такую же, как тебе поставил. Только в меньшем, ой, в большем размере. Ну, и на джиг классический. Заставил сходить меня за бутербродами и водой. Говорит, не буду дальше идти, если ты, папа, не принесешь. Организм молодой, растущий. Заставляет носить с собой еду постоянно. Так, любишь кататься, любить митаночку носить. Вот тебе заправка твоя. А бутерброд там? Да все там, все. Ну что, давай, наверное, переходить сразу дальше. Пойдем. Ну, нам же искать надо тут. Где она сегодня стоит, рыбает? Вот, становись здесь. Не надо, нет. Никакого сидения. Стоишь и ловишь, все. Вон туда кидай. И проводи. Давай. А мы как будем ходить? Ну, не знаю, до куда дойдем. Туда и дойдем. Ну, главное, до рыбы дойти. Давай. Да, вот здесь попробую. Потом ты сюда перейдешь. В общем, надо блестны сегодня тоже пробовать. Потому что щука сейчас капризничает. Уже скоро ледостав будет, я думаю, неделю-две и все. И может очень быть требовательным к приманкам. Ну что? Да, так себе. Были поклевки? О, лавочка. Да. Долго ты этого ждал. Так у меня там тоже было. Да? Не видел. Да я видел, видел. Вот так вот. Как я обманул. Видел и не видел сразу. Ладно. Поставил боблерок. Крэкджек. Тоже проверенный боец. 78. СПСР. Давай, ты сначала заходишь. Ну, давай. Мы ищем там вообще ничего. Ну, мы ищем там. Может, он под дамбы и окунь. Я не знаю тут. Щука может где угодно. Окунь, скорее всего, где-то сконцентрировался. Ну, я думаю, окунь где-то возле берега. Ну, черт узнает. Так, я сегодня ловлю новый твич до 27 грамм. Ну, эта палочка уже, думаю, знакома всем моим подписчикам, кто мои рыбалки смотрит. Она, говорю, универсальная. Джиг твич, в общем, получилась. Причем справляется хорошо со всеми задачами. Ну, ты хоть бы и вверх дергал. Старичок мой. Сидит дедушка на заваленке, да? А вот в белой валенке. Причит свои старые валенки. Ага. Смотри, тут тебе главное сделать не быструю проводку. Да, да, вот именно качественную. Тебе достаточно просто понять. Если у тебя кто-то ущипнет, все, рыба здесь какая-то есть. Значит, надо уже одну проводку, вторую, третью менять. И уже смотреть, на какую она отреагирует. Может быть, переманки тоже менять. Главное, чтобы тебя кто-то ущипнул. Давай, давай, залазь. Пойдем. Давай, Валентина, давай. Афина, Валентина? Да черт его знает. Что это у тебя? Ой, и самоволон не держит. Скользко. Да, тут еще и спуститься надо. Ну, дорожка есть. Давай, я помогу. Ах ты меня. Он стугает меня по башке от спины. Давай, я думаю, что... Ну, ты гад мелкий. Ладно. Давай, помогу подрастающему поколению не сломать, не утопить что-нибудь. Давай, давай, смелее. Не так скользко, как оказалось. Я вот в лесу поставил. Сейчас попробую. Это классическая колебалка атом. И попробую на нее соблазнить кого-нибудь. Потом джиг, потом воблер. В общем, все, буду пробовать. Ну-ка, давай-ка, зашвырни. Покажи зрителям, как ты можешь. Чтобы никто в тебе не сомневался. А кто-то сомневается? Да, не знаю. Может, кто-то сомневается. Главное, сам в воду не свались. Ну, далеко, далеко вопросов нет. Кто сомневается? Ну... Кто сомневается во мне? Пусть увидит это. А кто не сомневается, пусть опять же еще один. Наезд камеры, как в кино. Так, я тут поменял приманку. И что-то нежное ее, так сказать, понюхало. И видно, что от нежности она имеет какие-то повреждения. Ну, совершенно не такое касание было. Я даже и не подсек, я и не понял, что это было. Что, загрустил? Сейчас я тебе тоже приманку поменяю. Попробуем на пассивку. Может, активная, если сегодня видишь, не нравится. Так, а Глебушке я решил поставить пассивку. От фанатик пусть будет. От фанатик? Да, ларва. Но я же не фанатик. Вот это не фанатик, но пассивка так у меня с крючком тоже все пообрывало уже. Я думаю, что самое оно... Неплохо. Неплохо, да. Кстати, в одном из предыдущих видео кто-то интересовался, какой костюм одет на Глебушке. Глебушка, а где вообще костюм? Хороший. Хороший? Да. Этот костюм Глебушки подогнали, скажем так, ребята из Камуфляж.ру. Есть такой сайт, у них собственное производство. Это Горка на Флисе. Ну, действительно, по качеству и костюм весьма и весьма. Поэтому, если кому интересно, я ссылку внизу оставлю. Можно выбрать. Как же все-таки собачке хочется. Собачке хочется? Тутика. Корни. У тебя есть маленький брат, зачем тебе собачка? Это намного более интересный объект для опытов и наблюдений. Собачка миленькая. А мой дерется и щипается. Ну, так давай ему уши приделаем. Он еще и лаять начнет. Да? Да, это еще лучше. Ты что? Ты мне напоминаешь малыша из Карлсона. Ну, купите мне собаку. Пожалуйста. Да? Ну, сейчас. Вот здесь покидаем, там он поснимаешь. Как раз вот тебе и пейзаж. И ты, 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 хочу, кидаю. Есть такой. Да, вот тут поснимаешь. Как раз сейчас. Меня поснимаешь, как я кидаю. Ну, ты вот сюда вон кидай, как раз туда, напротив. А я тут среди веток покидаю. Мне как раз с овцетом. Вот тут-то вся щука и стоит. А то и думаю, где же она есть? Синие кусты, синие кусты. Синие кусты, синие кусты. Оп, взял у Глебушки отводной. И, собственно говоря, кого-то заотводнил. Такое ощущение, что это щука. Или большую окунь. Ну, она прям водила. Да, хорошая рыба. Только вопрос, как ее поднять. Щука, снимаешь? Надо было ее... Ну, Глебушка, мы сегодня вообще молодцы. Глянь, и флюр выдержала, и этот все выдержала. Ну, глянь, какая белая, и какая толстенькая, как ты прям. Такой кабанчик. Такой кабанчик, глянь. За краешей губы. Ну вот, ловишь ее на большие приманки, стараешься. А она клюет на какую-то маленькую. Это мы на заставку пытаемся видео снять. Ну вот, казалось бы, такая маленькая приманка. Это ларва, по-моему, два с половиной. И щука. Вот что она пытается в ней съесть, я никогда не понимал. Сегодня я предлагал нормальный. Я здесь кучу раз провел большими приманками. И вот почему она выбрала маленькую, пассивную. На это одной. Черт, иди. Ну, сегодня, конечно, рыба в дауне, да. Но жирненькая. Посмотрите, какая пухленькая, красивенькая. Да, папа, скажи на камеру. Как дадли дурсль. А ты гори, Поттер. Нет, ты... Кто меня обказал? Да, всего прочего. Вот гад. Вот у папы такая дырка на штанах образовалась. Разожгли штаны. Левус. Снимает, гад, дырку на штанах у меня. Разожгли штаны. Давай, покажи, как ты в папе чешешь. Я не чешу там ничего. Я от тебя ее скрываю. Да блин. Ты уже сел. Это мы тут перешли рядышком. Мы сюда обязательно приедем карасика ловить. Прям на следующий год же у нас в планах карасик. Удочки куплены. Так что, хотя не часто, наверное, это будем делать, но тем не менее. Так, а смотри, тут Лебушка тяжело закинуть будет. Наверное, давай местами меняться. Давай местами поменяемся и посмотрим, закинешь ты. Желательно вверх держи, чтобы он подпрыгивал. Не, ну можно и так, ну просто вот вверх. Передавать будет. Но ты можешь не так часто дрыкать там. Сделать три ударчика. Не, ну сейчас, как бы, на этой ситуации. Потому что ты, как бы, много раз так... Ну, видишь, я вот, допустим, щуку поймал. Я там сделал три-четыре рывочка по аузу. Не, может, ты поймала? Я не поймала. Подрыкал, потом можно ровно меркать, да? Ну, ты можешь просто даже не катушкой, а удилищем протянуть. Нет, это слишком быстро. Опять же, отводной, видишь, сейчас рыба очень пассивна, как мы убедились. Поэтому медленно все надо делать. Да, рыбу сильно. И приманки, наверное, надо маленькие ставить. Сейчас у меня стоит большая. Да, у тебя огромная. Ну, как-то я не ожидал то, что видишь. Мне эта удочка сегодня не для мелких приманок. Это, думал, нормально. Сейчас наловлю щуку, обыграю тебя. А мы и не играем. Ну да, мы сегодня соревнуемся. Решили с Глебушкой сразу пойти вот на тот вот край, где березы. Потому что мне он нравится. Коварная скамейка. Да, я чувствую, что он перспективный. Так, аккуратно. Да. А я привык доверять своим инстинктам охотника. Да? Что привык доверять? Я не считаю. Да я тоже. У тебя-то пока один инстинкт пожрать. Ты за папинами деньгами и бутерами. Да еще не начал, но скоро. Давай. Я охотник за бабушками. За бабушками. Ты что, Раскольников? Бабушкиными деньгами. А я думал, ты Раскольников. Ты не знаешь, кто это? Нет. Это чувак, который убил старуху-проценщицу. А тут только старуху-проценщицу. А это скоро ты изучишь по школьной литературе. А, это все. Да, это не знаю. Там будет такая фраза, которая запомнится тебе на всю жизнь. Кто я? Тварь дрожащая или право имею? Как-то так. Да, вот тут места прям окуневые, окуневые. Понимаешь? Не, вот отличное место, Глебушка. В принципе, то, что я и хотел. И там он еще сбоку, под тот берег покидать. Я думаю, отлично. Мы будем пробирать, чтобы обходить? Нет, не будем. Весь сейчас здесь покидаем. И уже обратно пойдем. И там несколько раз покидаем. По пути. Так, пока Глебушка пошел по делам туалетного утенка, я буду пробовать ловить. Тут какая-то активность рыбы, что-то ходит. Уже, конечно, докинуть до туда. Ну, попробую потом. Не факт, что это нужно вообще. Оп. Одна-ка. Была поклевка. Там надеживает прям. Вот он он. Как, все нормально продвигается? Ты хоть выключил, как? Нет, она включена. Все там, муравьев нормально нашел, разглядываешь. У меня, по-моему, поклевка была, Глебушка. Да, слушай, тут или рыба-косяк стоит, или что-то еще. Прям бьется об нее. Так что, давай, попробуй кидать подальше, и, может быть, что-то поймаем с тобой. Ну, по-моему, сегодня рыбалка хорошая. Сегодня отличная рыбалка. По-моему, он не в кадре будет. Это широкоугольная камера будет. А, да. Глеб пришел рассказать. Сразу говорю, что это не я придумал. Понятно. Так что, если что, не перешите в комментариях. Глеб, своровал идею. Давай, давай, рассказывай. Ладно. В общем, идет девочка. Навстречу ей идет мальчик. Она спрашивает. О, безбородов, а-то ты? Он говорит, ну, нет. О, так ты подстригся, по-моему? Да нет же. О, так ты теперь очки носишь? Да нет, отвечает ей мальчик. Я, я Кувыркин. О, так ты еще фамилию изменил. Что ты мне говоришь? Не у девочек. Да я понял, понял. С мужика можно угорать и угорать. Ага. Так, Глеб, слышимость ветра нету. Слышимость сильная. И на том берегу какой-то представитель, так сказать, Рабочей интеллигенции, да, ложит по матери через слово. И Глебу все это нравится. Он, так сказать, пополняет свой словарный запас фольклорными выражениями, да? А я и так их взяла. А как же Глебус будет правильно? Ложит или кладет? Кладет. То есть он кладет матерными словами, обкладывает. Более правильно будет сказать строить свою речь исключительно на нецензурных выражениях. О, строить он свою речь. Вон там, кстати, пришел пингвин тоже, мне вот такой-то типа тебя на рыбу ловит. А вот. Это пингвиненок. Ага. Чем, кидали, кидали, кидали. Мы же приманки меняли. Кидали, кидали, кидали. Да, показать особо нечего. Сейчас уже собираемся. Рыбы. Папа! Ну что, Глебус, как тебе сегодняшняя рыбалка? Хорошая. Да? Особенно чай понравился. Рыбу только не поймал, да? Это красота в рыбалке видит. Ты что, не знал? Да, понятно. Единение с природой, еда. В туалет сходить. Так сказать, между кустом. Это я шучу. Ну ладно, давай что, прощаться. Рыбалка действительно получилась хорошая, ненапряжная. Ну, окуни не порадовали. Хотелось, чтобы ловить окуни. Да, зато щука порадовала. Да, думал, ну, не знаю, сегодня мне окуневый день. Все, помаши ручкой. Сделай ручкой. Всем большая рыбалка, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok